Скандальный, известный и самый неоднозначный памятник Нижнего Новгорода стал предметом экскурсий. Напомню, памятник дяде Стёпе, который должны были установить у школы Михалкова, оскандалился еще до открытия. В сентябре на официальную церемонию открытия были приглашены и высшие полицейские чины, и руководители администрации, и даже сам Никита Михалков приехал. А вот главный виновник торжества нет. Как пояснили тогда организаторы, дядю Стёпу изготавливал питерский скульптор, и по дороге из Петербурга памятник попал в аварию. Никита Михалков тогда отметил, что пустое место он открывал впервые. Но позже выяснилось, что скульптора Сергея Мельникова покинуло вдохновение, и он не успел закончить работу в срок. В итоге памятник в Нижний Новгород все же приехал в октябре. Но его появление вызвало неоднозначную реакцию. Дядя Стёпа своим внешним видом, мягко говоря, удивил нижегородцев. И вот теперь страсти улеглись, и к этому памятнику учащийся школа Михалкова вводит экскурсии. Подробнее Александр Алешин. Экскурсия у памятника дяди Стёпы проводится 2-3 раза в неделю. Совершенно бесплатно, для всех желающих. И ведут его учащиеся школы Сергея Михалкова. Скульптура дяди Стёпы сделана из металла. Вес её 800 килограмм. На голове дяди Стёпы 1200 отдельно припаянных волосков. А в этих пышных усах целых 50. А светобор светит? Утром, когда дети идут в школу. И вечером, когда дети отправляются домой. У нас провожает и провожает. Мы приехали из школы номер 133. Автозаводский район. У меня любимый герой дяди Стёпа. Очень хотел его посмотреть. И вот, наконец, посмотрел на него. Больше был похож на Дети Печкина издалека. Если вот отсюда посмотреть, похож на Ёжука. Это были дяди Стёпа. Да. Да. Он очень на него похож в мультике. Даже такой же был. А можно потрогать памятник? Да, можно, только ничего не отрывать. А мы оторвём. Ну, оторвём. Вот, открывай. Теперь вокруг этого памятника разные традиции закладываются. Мальчики, плохо. Сын дяди Стёпа. Если вы потрёте ему нос, вы закончите год только на одни пятёрки. Конечно, завидуем. Конечно, завидуем. Потому что у школы свой памятник очень интересный. Поэтому, конечно, хотели бы и у себя тоже какой-нибудь памятник. Я хочу, чтобы мы установили у школы памятник Кота Матроскина. А я хочу, чтобы в нашей школе поставили памятник Пустальону Печкину. Алиса в стране чудес. Я хочу поставить памятник самой себе. А тебя за что? Просто. Я отличница, потому что. Будем проводить анкетирование и сделаем тоже свой выбор. Алиса в Турцовке. Всё. 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 Продолжение следует...